Я на зелёный свет выехал с добором полностью. Если у вас моргаешь, то потом завершать. Я урону. На перекрёстке Таукихана-Бибич лепки пять нежуточные страсти. Полицейские и водитель 12-го автобуса горячо спорят. Каждый из них пытается доказать свою правоту. Водитель пассажирского транспорта по обыкновению говорит о своей невиновности. Мол, не проезжал он на красный свет, просто завершал на перекрёстке манёвр. Командир, я завершал манёвр. Я завершал манёвр. Это вы так завершаете, на красный проезжаете, что ли? Я на красный не езжал. Это вы на красный проезжаете? Вот даже видео полно зафиксировал вас. Если камеры докажут обратное, то водителя автобуса ждёт штраф. Если раньше он составлял 5 МРП, то сейчас за пересечение стоп-линии или проезд на красный свет штраф составит лишь три месячных расчётных показателя. Радуются новым поправкам в законе о дорожном движении и те, кто забыл вовремя поменять водительское удостоверение. Сдавать экзамен повторно теперь не обязательно. На самом деле водители ждали ещё больше послаблений. Однако список счастья для водителей оказался весьма ограничен. Наказаний и ужесточений стало гораздо больше. Отныне выездом на встречку считается не только движение против шерсти, но и поворот с разворотом через сплошную. И если раньше за нарушение можно было отделаться штрафом, то теперь водителя лишат прав. Насчёт проезда встречного движения. Когда двойные сплошные проезжения. Раньше конкретно не было. Сейчас конкретизировали статью. Теперь не только выезд на встречу по полосе. Это разворот обратный, поворот налево через двойные сплошные люди тоже. Считается как проезд по встрече по полосе. Ужесточили правила и для тех, кто ездит за рулём в нетрезвом виде. За отказ пройти медосвидетельствование теперь будут лишать прав не на два года, а на три. Как и за управление авто в нетрезвом виде.